МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. В Нинецкий округ прилетели гости, команда телевизионного проекта Мама Раша. В каких уголках региона планирует побывать съемочная группа и чем их привлек Заполярный край? Найти информацию о воинском пути родственников теперь могут помочь в Нинецком региональном отделении партии «Единая Россия». Проект «Подвиг земляков» участника Великой Отечественной войны начал активную работу. Народный контроль теперь и в мобильном телефоне. Приложение разработано по поручению главы региона Александра Цибульского и уже работает в полном объеме. В Нинецком округе продолжается празднование Дня Оленя. Как отметили главный праздник жителей Тундры, самым уникальным стойбищем региона общине Емпто, узнала наш корреспондент Алина Ваучейская. Прошло почти 75 лет, как самая кровопролитная война закончилась победой наших отцов, дедов и прадедов над фашистской Германией. Подвиги героев Второй мировой войны будут жить, пока о них помнят их потомки. В Нинецком округе пытаются восстановить картину воинского пути наших земляков. В региональном отделении партии «Единая Россия» создали уникальный проект «Подвиг земляков» участников Великой Отечественной войны. В конец декабря 43-го танк в бою подбили, горел. В земле Осташкова покоится Василий. Никто не плакал на его могиле. Эти строки любовь Георгиевна Фролова посвятила своему родственнику, которого считали без вести пропавшим в годы Великой Отечественной войны. В ее семье это не единственный человек, о котором мало что было известно в послевоенное время. Вернувшиеся с фронта, они любили вспоминать о тех страшных годах, а о тех, кто погиб на полях сражений, и вовсе, кроме извещений и похоронок, не осталось ничего. Но найти информацию и узнать о том, какие подвиги совершили близкие люди, все же удалось. Копии наградных листов и даже координаты воинского захоронения одного из родственников ей передал координатор регионального проекта «Подвиг земляков-участников Великой Отечественной войны» Виктор Ильин. И хочется побольше узнать, потому что вот Петра Егоровича, Курская дуга и все, больше ничего не известно. А раз они нашли, копали где-то, там уже более подробно расписано будет, значит, мы будем знать немножечко побольше. В 2018 году по случайному стечению обстоятельств к Виктору Ильину обратились жители поселка Харута с просьбой найти наградные листы своего земляка. После проделанных трудов стало ясно – такая работа необходима. Проект, который мы ведем, на мой взгляд, очень важен с той точки зрения, что молодежь нынешняя, она не всегда помнит и знает о тех подвигах, которые совершили их деды и прадеды. Вот наша задача – побудить всех, чтобы они вспомнили о них и могли зайти на сайт, который называется «Подвиг народа» и «Память народа», и там найти информацию. Вот любой из желающих, который найдет эту информацию, или же он не сможет ее найти на этом сайте, может всегда обратиться к нам, в региональное отделение партии «Единая Россия». Мы всегда всем рады и всегда готовы помогать и сбором информации, и непосредственно участием в разных мероприятиях. В планах создателей и активистов партийного проекта сформировать по итогам работы телепрограмму, где участники проекта смогли бы рассказать о подвигах своих родных и издать сборник с найденными материалами и фотографиями земляков, участников войны. Хотелось бы отметить очень важный факт о том, что вот эту инициативу поддержали и жители, и в рамках партийного проекта. И мы сейчас выходим на федеральный уровень с инициативой, чтобы память наших земляков в рамках нашего партийного проекта поддержали на федеральном уровне. И реализация этого проекта не только у нас в округе осуществлялась, но и по всей России. Напомню, обратиться за помощью в поиске информации о фронтовиках можно в региональное отделение партии «Единая Россия» по адресу, который вы видите на своих экранах. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Покорять Заполярье прилетела команда телевизионного проекта «Мама Раша». Ведущие Кирилл Киаро и Люба Любятенко вместе со съемочной группой снимут захватывающее шоу о потаенных уголках нашего края. Встречала звезд моя коллега Наталья Кислякова. Подробности в следующем материале. Солнечным днем борт Москва-Нарин Марс решил посадку в аэропорту Заполярной столицы. Команда проекта «Мама Раша» впервые оказалась на Ненецкой земле. Честно ожидала прямо такого ядреного мороза, какого-то, несмотря на то, что август. Но почему-то у меня Арктика, ассоциация, это льдиный снег, пингвины, тюлень. А вот тюлень есть, я вижу. Но посмотрим, чем будет удивлять Арктика, потому что для меня это уже такая экзотика бешеная. Я обычно по теплым местам. Вот, а тут, собственно... Шубу-то взяла? Я набрала... У меня весь чемодан просто вот из теплых вещей состоит. Зачем? Зачем я взяла? Обязательно наденешь, попробуешь, сделаем селфи. Шубу, да? Но у меня пуховик, не шуба, пуховик. Но у меня такое ощущение, что это все не пригодится, потому что плюс 15, действительно теплее, чем в Москве. Всего 12 регионов, и Ненецкий округ в их числе. Проект «Мама Раша» — это захватывающее шоу, где две звезды из разных сфер шоу-бизнеса впервые оказываются в самых дальних уголках нашей необъятной родины. Причем они не знают программы своего путешествия, но уже в предвкушении экстремального трипа. Вы знаете, для меня лично, я в России достаточно долго живу и работаю. И я поймал себе на мысль, что я дальше Казани не был вообще. Я, в принципе, толком не видел Россию. И поэтому такая возможность побывать за полярным кругом, для меня, конечно, я не мог отказаться от такой возможности. Вот, и увидеть, познать, познакомиться, пообщаться, поговорить, попробовать. Вот что я хочу. Да, меня когда сюда приглашали, у меня, поскольку репутация такой путешественницы, путешественница вне России, то есть мне такое озвучили предложение, что ты там разъезжаешь по своим Мексикам, посмотри, как в России много прекрасного, и сколько ты всего не знаешь, попробуй проникнуться, и будешь приятно удивлена. Поэтому, вот, собственно, для меня такой эксперимент, потому что, действительно, все мои направления для путешествия выбираются далеко за границей. И вот, собственно, почему бы и нет, почему бы не познакомиться поближе с тем местом, где я родилась, и мне кажется, из этого может получиться что-то интересное. Старт съемок был дан уже в первый день, и наша съемочная группа успела ухватить оригинальные кадры будущего шоу. Добавлю, визит в столицу региона был организован при содействии Центра развития бизнеса, туристического кластера и Департамента образования, культуры и спорта Неницкого округа. Наталья Кислякова, Леонид Шишлов, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Глава региона провел рабочую встречу с президентом регионального общественного движения Ассоциация Неницкого народа «Ясавей». Представители коренных малочисленных народов «Север» из Неницкого округа принимают активное участие в различных мероприятиях российского и международного уровня. Экономическое развитие и экологическая безопасность Арктики, сохранение условий для традиционного образа жизни, культуры и языка северных народов – основная повестка деятельности общественной организации. Ее президент рассказал губернатору о последних тенденциях и дискуссиях по обсуждаемым вопросам на международных форумах, где все чаще говорится о глобальном потеплении и его влиянии на природу и экономику Арктики. В настоящее время экологи всего мира также бьют тревогу по поводу загрязнения окружающей среды отходами жизнедеятельности населения планеты. Очень много пластика. Этот микропластик, который разлагается, который уже находится в организме животных, которые мы потребляем в пищу, и на сегодняшний день очень большая беспокойность за здоровье наших людей. Президент Ассоциации ненецкого народа рассказал губернатору и о региональных проектах, реализуемых на территории региона. Так, в частности, в настоящее время в округе работают представители Челябинского университета, которые на средства гранта реализуют проект изучения экономического поведения коренных малочисленных народов Севера. Обратиться на портал народного контроля теперь станет проще через мобильное приложение. Поручение его разработки глава региона Александр Цибульский дал профильному ведомству в апреле текущего года. Зачастую для решения той или иной проблемы людям приходится обивать пороги различных ведомств. Для того, чтобы сократить время на обращение и рассмотрение жалоб населения, и была создана интерактивная платформа «Народный контроль». Все сообщения, поступающие на портал, направляются в органы власти и местного самоуправления, а также в управляющие компании для их исполнения. Максимальный срок рассмотрения сообщения составляет 5 рабочих дней. Жители отправляют обращение на наш портал. Данное обращение поступает на модераторов. Модераторы его обрабатывают, смотрят, подходит, не подходит под наши категории. И, соответственно, отправляют на исполнение в органы власти. По словам разработчиков проекта, на сегодняшний день активными пользователями интернет-площадки «Народный контроль» выступают жители Наринмара и поселка Искателей. Так от горожан поступило порядка тысячи обращений, а от жителей Искателей – 250. А вот жители сел округа обращались всего четыре раза. Для того, чтобы упростить процедуру обращения на портал, по поручению губернатора округа профильное ведомство запустило в работу мобильную версию портала, что также позволит увеличить число пользователей. В настоящее время мы уже запустили мобильное приложение на двух платформах – это iOS и Android. С Android было чуть попроще, но iOS пришлось немножко побольше усилий приложить. Да, сейчас уже у приложения работает, действительно, теперь жителям намного удобнее и проще. Не обязательно заходить каждый раз на веб-интерфейс через какой-то браузер, достаточно зайти в приложение, отснять ту или иную проблему, либо инициативу, отправить к нам на обработку. За два года количество зарегистрированных пользователей народного контроля превысило 3000 человек. Самыми популярными темами обращений стали благоустройство территории, содержание автомобильных дорог, ЖКХ, строительство, образование и социальная защита населения. Все разделы, которые у нас имеются, отображены на сайте Народ 83, также в мобильном приложении. Он аналогично дублирует сайт. В данный момент у нас 16 разделов, в каждом из разделов имеются свои подкатегории. Скачать приложение можно в Google Play и Apple Store. Регистрация в мобильном приложении несложная и займет не больше двух минут. Авторизацию в личный кабинет нужно будет пройти всего один раз. Потом система будет принимать пользователя автоматически. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Что такое суровый кочевой быт? Может ли в тундре появиться дистанционное обучение и как из тысячи оленей отыскать своего? В дни торжеств по случаю главного праздника жителей Неницкой тундры съемочная группа телеканала «Север» отправилась в самое уникальное стойбище региона – общину Ямпто. Здесь оленеводы живут по библейскому слову, не употребляют алкоголь и держат свои владения в строгом порядке. Репортаж Алины Ваучейской. Заходящие на посадку вертолеты будто дают старт празднику в семейно-родовой общине Ямпто. Спиццерей с кочевники ждали еще днем, но из-за переменчивой погоды гости прибыли лишь поздним вечером. К винтокрылым машинам спешат все. Женщины с детьми посмотреть на диковинную технику, мужчины помочь при разгрузке подарков, провизии и медикаментов. Пока в стойбище идут последние приготовления к соревновательной части праздника, гости знакомятся с хозяевами тундры. Римма Галушина в этих краях впервые. Ранее ей доводилось бывать только в Канинской тундре. Сенатор приехала с важной миссией – встретиться с родителями маленьких кочевников и обсудить вопросы образования. Здесь действительно очень много детей, которые учатся до 5-го, до 6-го класса и потом просто остаются с родителями. Вот здесь, конечно, надо прорабатывать вопросы. Я уверена в этом, что здесь, конечно, необходимо нам организовывать дистанционное обучение, используя ту спутниковую связь, которая сейчас доступна. Вот с этими вопросами как раз я и приехала, и беседовала и с родителями, побеседовала и с детьми. Конечно, дети сразу ответили, что они хотят учиться вот здесь, именно вместе со своими родителями. Ну и мы должны им, конечно, такое право предоставить. Идея внедрения дистанционного обучения кочевникам понравилась. Еще бы, ведь теперь маленькие помощники смогут оставаться в семье и параллельно учиться основам кочевой жизни. О том, что школьное образование необходимо, большинство родителей понимают. Все-таки в нынешних реалиях детям не помешают базовые знания счета, грамоты и письма. Афанасий Валей, например, закончил всего два класса школы. И в свои 51 немного жалеет об этом, поэтому своих детей доучил до 7-го класса. Ребенок должен учиться, чтобы писал хорошо, читал хорошо. Потому что в сегодняшнее время бывают документы, кое-то надо писать много сейчас. Я сам неграмотный, я обычно прихожу, когда или в банк, или какие-то документы что-то надо. Я всегда говорю, я человек неграмотный, я писать очень не люблю. Как ни крути, здесь своя философия. Философия тундры. Детей воспитывают в строгих правилах и с малых лет прививают уважение и почитание к родителям, природе и животным. Наш герой Афанасий Валей вырастил троих дочерей. Старшая Надежда уже сама трижды мама. О том, чтобы променять стойбище на блага цивилизации, никогда и не думала. Здесь ее родина. А тундровый быт только в радость. Дети встают, я все потом, мы завтракаем, я все прибираю в чуме. Дети уже по своим делам, они уходят, кто играет. Бывает, дочка с сыном мне помогает, там дрова заносит. Ну, потом уже я стараюсь. Или стирка бывает. Потом на первой половине дня могу там немножко заняться шитьем. Ну, а потом бывает, приходит муж, ну, или там мужчина пригоняет стадо. Когда на часах около двух ночи в тундре начинаются соревнования. Это традиционный тройной национальный прыжок, метание топора и тензея, борьба и, конечно, прыжки через нарты. Один из самых успешных спортсменов – Семен Соболев. Его личный рекорд – 48 нарт. Правда, здесь, говорит юноша, перепрыгивать сани намного сложнее, чем, например, на обычных соревнованиях по северному многоборью. У нас сани нити. Там то, что вот в этих, в Неринмаре, там же эти скамеечки простые. А тут сани, тяжело. Ближе к пяти утра в стойбище появляются главные виновники торжества. Это лучшие олени из стада. Самые быстрые, выносливые и сильные. Начинается долгий процесс отбора гоночных, которые и повезут упряжку. Каждый хозяин знает своего оленя. Кочевники говорят, животные уникальны и не похожи друг на друга. Гонки на оленях начались лишь в 8 утра. У каждого каюра свой метод погона упряжки. И, конечно, секреты эти остаются нераскрытыми. Жители импто вообще очень скромны и не любят общаться на камеру. А вот разогнать оленей до 50 километров в час по болотистой местности с кочками и ямами – в этом они, конечно, профи. Когда самая зрелищная часть состязаний позади, спать, кажется, никто и не думает. Белые ночи позволяют в буквальном смысле этого слова потеряться во времени. Кочевники спешат к палаточному городку медиков. Специалисты красного чума приезжают в Ямпто раз в два года. Для оленеводов и их семей это практически единственная возможность проверить здоровье. В составе передвижного медицинского отряда врач-узист, акушер-гинеколог, лаборант, специалисты флюороотряда, стоматолог, терапевт и, конечно, педиатр. Кроме того, кочевникам выдают аптечки с медикаментами. Каждый оленевод, и чем работник, имеет право один раз в год написать заявление и получить аптечку первой необходимой помощи. Если оседлые оленеводы, так скажем, могут через лес пока сделать, то вот такие общины, как Канин, как Ямпто, то вот в эти дни мы им привозим аптечки непосредственно в тундру. Кочевники обследованы, подарки вручены и сказаны слова благодарности. Все разбредаются по своим чумам. Отдыхать после трудного, пусть и праздничного дня. Для этих людей День оленя – своеобразный Новый год, когда подводят итоги и намечают планы на год грядущий. Как увеличить поголовье, улучшить условия жизни, отправить детей в школу, запастись провизией и проработать маршрут кочевий. Здесь, в тундре, свои заботы. И жители Ямпто с достоинством продолжают многовековое дело своих предков. Такая вот суровая тундровая идиллия. Алина Волчейская, Владислав Ткачев, телеканал «Север», семейно-родовая община Ямпто, Ненецкий автономный округ. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север Вконтакте». Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...